Здравствуйте! В эфире программа «Путь правды». Сегодня у нас в гостях замечательный человек, немецкий журналист Марк Барталмай. Здравствуйте! Марк, расскажите нам, пожалуйста, что люди в Германии думают о том, что происходит у нас в Новороссии? Ну, их мнение зависит от того, что они знают об этом. И хотя они знают сейчас чуть больше, чем летом о событиях, происходящих здесь, в Новороссии. Потому что в Германии существует проблема. СМИ, относящиеся к мейнстриму, не рассказывают об этих событиях. А если рассказывают, то неправду. Поэтому люди разделились на разные лагеря. Есть люди думающие, они пытаются сами разыскать информацию в интернете, в социальных сетях. Они уже многое знали летом, а сейчас они знают еще больше. Но большинство людей в Германии просто ничего не знают о том, что происходит здесь. Они знают о существовании Украины, о том, где она находится, и они знают, что там конфликт. Но они думают, что этот конфликт развязала Россия. Так им говорят в Германии. И поэтому они так думают. Хотя думающие люди прекрасно понимают, что происходит, и их число растет. И какая же реакция у тех, кто знает? Те, кто знает, борются за распространение правдивой информации среди немецкого населения. В последние месяцы и недели они добились успехов. Вначале было очень мало людей, знавших о том, что здесь происходит. А теперь их количество растет. Потому что думающие люди очень стараются донести правдивую информацию. Люди, наподобие меня, делают все возможное, чтобы передавать новости. Другие подхватывают эти новости и распространяют их как можно шире. Я знаю, что вы здесь занимаетесь сбором новостей. Ваша миссия в этом? Чем еще вы занимаетесь? Вообще-то мы снимаем документальный фильм об этой войне, о том, что происходит здесь, на Донбассе. Потому что эти события не освещаются в широком плане. Кроме того, мы постоянно информируем нашу аудиторию, публикуем свежие новости о событиях здесь, заметки, видео, фотографии. Но наша главная цель – это съемки документального фильма о войне. Он будет называться «Украина в агонии». И я надеюсь, работа над ним будет завершена до конца этого года, а может быть, в начале следующего, 2015-го. Как вы думаете, что произошло у нас 2 ноября? Ну, состоялись выборы. Да. И вы знаете, даже если мир этого не признает, здесь состоялось государство. Это государство – это Донецкая Народная Республика. Я видел сдвиги, произошедшие недавно. Я видел полицейские машины с официальной государственной символикой. Я видел церемонию инаугурации Александра Захарченко. Когда приезжаешь сюда, то видишь, как все развивается. Структуры управления работают лучше. Обстановка улучшается. Все меньше и меньше становятся разрухи, хаоса по сравнению с наиболее тяжелыми периодами этой войны. Возникают новые разрушения в связи с продолжением обстрелов. Так как война продолжается, но очевидно, развитие страны, развитие народа, становление государства. Для меня очень важно было проследить за выборами, увидеть, как люди хотели проголосовать, как они хотели отстоять свою страну. Теперь мы расскажем это всему миру. Да, в мире не хотят анализировать и признавать, но вне зависимости от их желания, страна развивается. Это факт, это правда. И когда-нибудь мир вынужден будет ее признать. И люди здесь уверены в своем выборе, не так ли? Да, люди здесь уверены в правоте принятого решения. Им все равно, что скажет США или Евросоюз, потому что это их страна. Это их земля, на которой жили многие поколения их предков. Вот что я здесь вижу. Население этой земли защищает ее, не российская армия. Я никогда не видел здесь российской армии. Это очень важно для немецкой аудитории, потому что им говорят, что каждую неделю совершается новое российское вторжение. С тех пор, как я здесь, с июля мне не довелось увидеть ни одной российской военной колонны. То есть вы здесь с июля? Да, с июля. И каковы ваши планы? Вы собираетесь ехать домой или останетесь здесь, с нами? Прежде всего, я журналист. В моих планах завершение съемок документального фильма и проведение выставки, большой выставки фотографий и экспонатов, собранных на полях битв, которые я посещал в сопровождении ополченцев два раза. Мы делаем этот фильм, который станет первым документальным фильмом об этой войне, снятым на Западе. Потом мы проведем выставку, а дальше посмотрим по ситуации, по тому, как она будет развиваться. Мои личные впечатления, что эта война быстро не закончится, поэтому я сюда еще не развернусь. Я стал ощущать, что это моя война. Я здесь снял квартиру, я здесь живу, иногда город обстреливают, иногда здесь прекрасная погода. Я живу здесь, как и все остальные люди, и чувствую, что это и моя земля. Пока что я здесь временно для съемок фильма, а дальше увидим. Спасибо вам большое. Огромное спасибо за то, что вы делаете. Это очень большое дело. И спасибо за то, что вы пришли к нам на передачу. Не такое уж большое дело. Просто честные люди делают то, что должны делать. Вот и все. Спасибо вам за то, что вы рассказываете людям правду о событиях здесь. Приятно было пообщаться. До свидания. До свидания.